До того, как Китай Бугага стал известен, покупки товаров с интернет-ресурсов плотно вошли в жизнь российского обывателя, и предприимчивый парень рискнул на этом зарабатывать. До того, как Китай Бугага стал известен, на YouTube набрал популярность канал Сливки Шоу, на творчестве которого парень всячески пытался паразитировать. До того, как Китай Бугага стал известен, он не мог представить, что за два года с момента регистрации своего канала сможет набрать аудиторию почти в 3 миллиона подписчиков. Добро пожаловать на Телблог.нет, и сегодня мы расскажем вам о жизни Китай Бугага до того, как он стал известен. И сегодня мы с вами узнаем, а что же будет, если кинуть 6 мощных петард в 100 литров бензина. Парень, канал которого носит название Китай Бугага, довольно известный на YouTube видеоблогер. И даже если ты ничего не слышал про него, не стоит удивляться, кто он вообще такой. Про него знают миллионы людей, а свыше 2,5 миллионов еще и подписаны на этот канал. Факты, упрямая вещь, они говорят сами за себя. Так что если лично ты про него не слыхал, не говори, что он неизвестен. В свете последних событий об авторе канала Китай Бугага начало говорить почти все интернет-сообщество. Но об этом чуть позже. Я сброшу свой почти новый смартфон. А пока давайте разбираться, кто же он такой. Сейчас, как впрочем и раньше, видеоблогеров условно можно разделить на две категории. На тех, о которых личную информацию можно свободно найти в интернете, и тех, которые тщательно скрывают о себе буквально все. Так вот, Китай Бугага относится к закрытой категории видеоблогеров, и информации о нем в сети очень мало. Точнее сказать, ее почти нет. Такое впечатление, что парню есть что скрывать, ну или просто неохота рассказывать о себе. Пять тысяч? Ладно, давай, спасибо. А зачем? Видимо, автор опасается публичности, может боится узнаваемости, чтобы ему в один прекрасный момент не наваляли на улице за его неадекватное поведение. Если вы хотите испугать своих друзей, то это какашка для вас. Впрочем, неадекватность появилась позже, а вначале он просто занимался распаковкой товаров из Китая. Автор был вполне адекватный, и ничего даже не намекало на то, что у него проблемы с психикой. Ну и последний товарчик это стильный и крутой раскладной ножик. Именно из-за тех первых роликов и происходит название канала. Китай, само собой, потому что товар из Китая, а Бугага это весьма популярная в недавнем прошлом сленговая словечка, которая использовалась почти на любых русскоязычных ресурсах, и означающая безудержный смех и просто веселье. Так что в названии канала Китай Бугага, зарегистрированного почти два года назад, абсолютно ясно была обозначена его тематика. Интересные и веселые распаковки всевозможных посылок из Китая. Это что? Тараканы? Для привлечения широкой аудитории видеоблогер сразу придумал фишку для своего канала. Подарки подписчикам. Обязательно досмотрите это видео до конца, так как в конце будет мини-конкурс, и я буду разыгрывать вот этот вот крест-то-ретто, и через неделю будут итоги. И секрет, что помимо основного заработка, который он получает со своих роликов, он имеет заработок с товаров, которые обозревает, то есть с партнерки Алиэкспресс. Так, погнали, давайте распакуем нашу посылочку, с сайта алиэкспресс.ком, ссылка будет в описании. Позже на его канале стали выходить видео-эксперименты, которые, к слову сказать, очень популярны на YouTube. А главное то, что у нас сегодня будет крутой эксперимент. Когда в интернете появился тренд с раскаленным шаром, Китай-Бугага тоже не применил им воспользоваться, и тоже сделал ролики. Сегодня мы узнаем, сможет ли раскаленный шар температурой 900 градусов расплавить 10 плиток шоколада. Помимо этого, на канале появились ролики с лайфхаками. А началось все с того, что парень якобы приходится Юрию Яневу, автору популярного канала Сливки Шоу, родным братом. И что якобы брат подарил ему котенка от своей знаменитой кошки Куки. Ребята, это ребенок Куки. Для тех, кто не знает, Куки это кошка, которая снимается на канале Сливки Шоу. Но это, как вы понимаете, оказался всего лишь розыгрыш. И да, кстати, конечно же, это была шутка насчет Сливки Шоу и ребенка Куки. Вот это поворот! Да ладно! Просто автор канала Китай Бугага, глядя на рейтинги Сливки Шоу, тоже решил снимать лайфхаки. Ведь они довольно хорошо заходят, да и котенок практически точная копия Куки. Также актуальный персонаж в интернете. По нашему мнению, это не что иное, как паразитирование на творчестве популярного канала. Посмотрите только на эти заголовки. 10 крутейших лайфхаков, которые упростят в вашу жизнь. Не пародия на Сливки Шоу. 10 лайфхаков для школьников. Это не пародия Сливки Шоу. Сливки Шоу подарил мне котенка от Куки. Нет, нет, совсем не паразитирование. Ведь очевидно же, что он специально писал Сливки Шоу, чтобы воспользоваться трафиком популярного канала. На данный момент каналу Китай Бугага почти 2 года, а его аудитория приближается к отметке в 3 миллиона подписчиков. Помимо этого, на страничку ВКонтакте Серхио Блогера подписано чуть более 300 тысяч человек. В личной информации о себе сказано, что у него есть брат Серхио Блогер. Переходя по этой страничке, попадаешь на еще одну официальную страничку парня. Здесь, правда, аудитория подписчиков не так велика, но не в этом дело. Непонятно, для чего нужно писать, у меня есть брат. Кто твой брат? Я сам себе отличный брат. Выходит так, от Серхио можно ждать каких угодно заявлений. Зато вот с сестрой все более-менее понятно. На Олесе Андреева, она же курящая курица, также занимается продвижением товаров с Алиэкспресс массы. Недавно в Рунете разгорелся нешуточный скандал. А все дело в том, что Дмитрий Ларин в одном из выпусков Ларин против обвинил канал Китай Бугага в элементарной наживе на обычном зрителе путем впаривания ему ненужных, а порой даже опасных вещей, плоских шутках и отвратительном поведении. Во-первых, это хорошо заходит. Я должен был ткнуть пальцем в какашку. Что? Серьезно? Ткнуть пальцем в какашку? Ты не можешь других вызовов придумать? Интернет-сообщество сразу же разделилось на тех, кто за и на тех, кто против. В команде тех, кто против, оказался еще один популярный ютубер. На что этот автор, постоянно скрывающий свое обидчивое лицо, позволил себе оскорбительно выразиться в мою сторону. Следите за своим языком, молодой человек. Неудивительно, кто же обрадуется такому высказыванию? Китай Бугага, блогер Серхио, мы ждем твоих извинений. Все это повергло в шок Серхио Блогера, и он выпустил прощальное видеообращение. Этой ночью кое-что случится. Многие не на шутку испугались за жизнь и здоровье Серхио Блогера. Как бы там ни было, но ролик всего за несколько дней стал вирусным и достиг отметки почти в 4 миллиона просмотров. В команде, поддерживающей блогера с хрупкой душевной организацией, оказался Эфиромир. Я хочу выразить свою публичную поддержку каналу Китай Бугага, который, как я считаю, подвергся очень несправедливой, злой и откровенно лживой критике и клевете. Что неудивительно, ведь он сам ведет себя подобным образом. Следовательно, решение поддержать собрата вполне логично и предсказуемо. Понятное дело, что прощальное видео автора канала Китай Бугага было низкопробным пиар-ходом, не более. Хочу сразу сказать огромное человеческое спасибо всем, кто поддержал меня. Вы написали мне 240 тысяч комментариев под моим прощальным видео. А рассказы о том, как он проходил реабилитацию в больнице, не более чем миф, рассчитанный на неокрепшие умы. Вот смотрите мои таблетки, которые я до сих пор принимаю. Кто не верит, то может загуглить, что это за таблетки. Это антидепрессанты. Например, он продемонстрировал фото с больницы, где у него на руке были обнаружены следы от капельницы. Ну а где тогда видео? Такую фотку можно найти в интернете за 5 сек. В общем, очередной спектакль в духе Ферамира. Ну вот и все. Это была история Китая Бугага до того, как он стал известен. Я поставил яйца на исходную позицию и пошел с гирой подниматься на крышу этого здания. Переходи по ссылке в описании и голосуй за новых героев шоу в нашем паблике ВК. Также подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых отечественных и западных звезд. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.